Приветствую всех! На обзоре у нас такой системный блок Hewlett Packard Pavilion серия Gaming и очень-очень интересные системники причем они интересны не в первозданном виде а в том виде, когда мы их удешевляем построить системник на базе очень хитрого процессора который не встречается в продаже в розничной это OEM процессор, применяется в OEM сборках и доступ к ним имеют только такие корпорации, как Hewlett Packard и так далее ну и сразу можно перейти к стоимости 34 тысячи стоит системный блок Pavilion Gaming и вот обратите, на каком процессоре это все дело построено Ryzen 3 5300G базовая частота 4 ГГц в Turbo Boosty до 4.2 разгоняется и перед нами Zen 3 пятая серия процессоров здесь гибрид встроенная графикой Vega 6 ну не совсем это корректно называть Vega 6 Vega 7 Vega 8 скажем так, когда появилось первое-второе поколение Ryzen встраивалась встройка внутри продцов и в зависимости от количества графических ядер можно было назвать Athlon 200G это Vega 3 три графических ядра какой-нибудь 2200G Ryzen 3 Vega 8 а Ryzen 5 3400G какой-нибудь Vega 11 вот 3, 8, 11 ядер и чем больше ядер, тем, соответственно, выше производительность но все поменялось, когда пришли четвертая серия гибриды на новой графике Vega и там количество ядер уменьшилось но производительность сильно-сильно выросла то есть это совсем-совсем другое поколение видеокарт встроенных и в данном случае у нас самая последняя графика Vega но ядер здесь 6 6 графических ядер поэтому хоть и называется это Vega 6 но она гораздо быстрее, чем Vega 8 внутри 3400G ну и поколение Zen 3 7 наномикрон техпроцесс новое поколение процессоров и этот проц быстрее, чем i3-10100F 56 тысяч попугаев набирает в тесте AIDA 64 10105 набирает 50 тысяч этот гораздо быстрее здесь очень быстрая встроенная графика можно в YouTube вбить Ryzen 3 5 300G тест в играх уже выкладывали эти ролики и можете удивиться насколько графика здесь быстрая собрать такие системники невозможно по той простой причине что процессоры не продаются в розницу нет их в продаже нет в прайсах нельзя даже понимать сколько он стоит мы примерно раскидали по ценам задали, что он стоит 14 тысяч но на самом деле если ориентироваться на пятую серию процессоров то там процент начинается от 25 тысяч это Ryzen 7 5 серии со встройкой то есть в принципе ценник 1018 за этот процессор весьма и весьма был бы актуален у нас в России мы особо не борзеем по ценам эти системники нам достаются готовыми и в них стоит видеокарта GeForce GTX 1650 которую благополучно мы снимаем ставим в другие машинки почему Хьюлит Паккард выпустил эти машинки с таким процом я, если честно, не понимаю может быть они нам решили помочь раздобыть видеокарты потому что она вкусная именно со своей встройкой зачем было делать такой компьютер с видеокартой и использовать такой интересный хитрый проц ну да ладно в конечном итоге мы получили очень быструю машинку кстати изначально в этом системнике было 8 гигабайт оперативки если кто не знает вот встроенная графика Vega из-за одного наличия двух планок которые работают в двухканальном режиме прибавляет до 40% производительности в игрушках когда первый раз мы это увидели пару лет назад мы конечно были удивлены сейчас мы уже не удивляемся в общем для подобных систем даже если это будет какой-нибудь Атлон 200 ГЕ со встроенной Vega на борту обязательно нужно наличие двухпланок двухканаля просто двухканал частота здесь малую роль играет практически никакую а наличие двухканальный режима добавляет вот эти 40% встройка внутри проца быстрее чем 10.30 GeForce на DDR5 памяти и чуть ли не в два раза мощнее чем на DDR4 памяти бывает 10.30 на DDR5 на DDR4 не понимаю для чего они выпускают на DDR4 причем в тот же примерно ценник и в свои 34000 этот системник просто не имеет конкурентов ну вообще нельзя собрать ничего подобного то есть можно теоретически потратить в районе полтинника и получить машинку мощнее для игр поставив GTX 1050 Ti она конечно будет уже мощнее но в районе 30 тысяч конкурентов у этой машинки нет здесь HP брендовый системник здесь все сделано по уму здесь даже Wi-Fi есть двухдиапазонный машинка тихая габариты пускай вас не пугают что он такой маленький компактный просто бренды они немножко по другому мыслят более рационально чем мы блок питания здесь голдовый сертификат 80 плюс голд на 310 ватт и с КПД почти под 100% 300 ватт хватит для любой видеокарты практически вообще для любой то есть если мы сюда захотим RTX 3060 то нужно смотреть только на габариты видеокарты здесь она спокойно пропишется и будет работать никаких с этим проблем нет блок питания выдержит есть 8-пиновая колодка до питания можно подцепить сюда еще и жесткий диск есть также кабели и разъемы SATA но накопитель у нас самсунговский на 512 гигабайт с интерфейсом NVMe при таком объеме можно пока обойтись и без жесткого диска но при желании добавить машинка у нас бесшумная очень симпатичная имеет такую вот подсветку есть разъемы USB 3.0 на передней панели картридер Type-C спереди у нас разъем под гарнитуру не под наушники не под микрофон а именно под гарнитуру и все видео выхода у нас какие надо доступны это в первую очередь HDMI кабель чтобы подключить дорогие мониторы либо телевизор и VGA до двух мониторов одновременно можно подключить то есть все эти порты просто были прикрыты заглушками если у нас был вчера системник HP OMEN у которого не предполагается что в процессоре есть встройка то есть надо обязательно ставить дискретную графику то в этом системнике можно безболезненно убирать видеокарту и пользоваться встройкой при том что встройка здесь по сути самая мощная которая в принципе бывает на рынке и она реально равна хорошей дискретной графике вот 10.30 на сегодня это чуть ли не лучшая видеокарта которая стоит 8 тысяч рублей и в этом процессоре она есть в боковой панели здесь есть перфорация то есть воздух есть откуда воздуху проникать очень такой симпатичный системник такой рельефный и вот на самом деле такой вот парадокс что убрав видеокарту мы получили более конкурентоспособное решение мы первые на пробу этот системник взяли и сейчас будем их наверное покупать пачками возможно какие-то подобные системники будут лишаться этого райзена будем ставить какой-нибудь процессор попроще чтобы машинку еще сильнее упростить как хорошее офисное предложение но в этом виде машинка просто супер в своей 34 тысячи он и довольно-таки игровой и производительный современный вот оно пожалуйста поколение Zen 3 16 гигабетами памяти с NVMe и SSD накопителем с хорошей встройкой за 34 тысячи то есть никакие конкуренты в лице Ryzen 5 3400G четвертого поколения Ryzen и близко с этим процессором получается не стоят так что успевайте не знаю сколько этих системников в наличии мы постараемся забрать все все которые есть мне кажется что их не так уж много ценник у них демократический и эти машинки с нами такой симбиоз отдают нам видеокарты эти видеокарты перекачиваются в системники уже игровые а в бюджете до 35 тысяч у этого системника нет конкурентов вообще до встречи Продолжение следует...